Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Погнали поплаваем с акулами Акулы это мой главный страх Серьезно? Да Да, я поймаю на Кимуру хренову акулу Когда я узнал, что мы едем плавать с акулами, я не сказать, что радовался этому, потому что это реально один из моих главных страхов Я Дэна, рад познакомиться Взаимно Кто на этом свете хотел бы поплавать с акулами? Ну что, ребят, готовы? Не знаю Был у кого-то подобный опыт уже? Нет, я не любитель воды Совершенно, вообще не фанат Я тону, я плохо плаваю, только по собачьи Это под глаза Это под нос Смотрите, чтобы волосы в маску не попадали Об этом можно не беспокоиться Чем спокойнее вы, ребят, будете в воде, тем быстрее мы завоюем их доверие Потому что... Не обязательно ведь, чтобы они близко подплывали Сначала я думал, что мы выйдем в океан, нырнем к акулам, но будем внутри клетки Мы в клетке будем, да? Ну, у нас есть клетка, но она не обязательно Но мы приехали в док И этот парень говорит, что более опасно делать это в клетке, чем без нее Серьезно, за 7 лет нашей работы ни одна акула не навредила человеку А об эту клетку люди травмируются постоянно Я бы лучше рискнул с клеткой, честно говоря Мы выдвинулись И там были такие волны Мы едем, типа И все это время я пытаюсь настроиться Потому что я знаю, что, чтобы сделать это, я должен быть первым Потому что, если я первым не буду, то я уже вообще не полезу И я говорю себе Я аквамен Вот так я пытался настроиться Итак, вот мы и на месте Здесь идет серьезное увеличение глубины В основном акулы плавают в глубинных и в средних водах А всплывают они сюда, к нам, только если есть еда Прыгнуть в воду с этими акулами Это тотальный идиотизм Во-первых, они прикармливают эту область кровью, рыбой Так, я закидываю пару кусочков Вкусной рыбы сюда О, только посмотри Алекс злится Шлепает в воду Чуваки в воде на боку Шлепают, как тюлени Закидывают в воду кровавую рыбу Вон, смотри Это же просто дичь Я живу во Флориде 37 лет, и я не хожу на пляже Так что просто прыгнуть в воду было победой для меня Но закрыт, да Да, мы закрываем тебе нос, дышим только ртом Вот так А сделать это с акулами? Ну давай, раз, два, три Дин Томас пошел первым, уважение ему за это У нас ведь даже клетки не было, мы ныряли без клетки Я прыгнул в воду, и мое тело просто застыло Я слышал, как пытаюсь дышать через эту трубку Дин выглядел так, будто он просто в шоке Знаете, поначалу это был ужасный опыт, но я держался, постарался успокоиться Ты уже видел акулу, Дин? Я пока не смотрю вниз О, да, это хорошая идея И когда я только-только успокоился, Мэтт Сера прыгает в воду Я чувствовал себя очень сжато Я не создан для таких костюмов Я чувствую себя, как какой-то толстенький, пухленький супергерой Я хочу вылезти оттуда Перекидываем ноги за борт Плюс еще эта штука на носу, будто тебя кто-то схватил за него Так, я держу тебя, прыгаем на счет три, окей? Так что я себя чувствовал ужасно, прыгая в воду Один, два, и я вижу, как его пухлая задница прыгает в воду И тут же он начинает сходить с ума в страхе Вытащите меня отсюда Вставь трубку Вытащите меня нахрен поскорей Не назову это панической атакой Но я хотел вылезти Дайте вылезти Дайте мне вылезти нахрен Вытащите меня, блин, отсюда Я уже катался на сраном быке Хватит с меня, не хочу быть здесь Он такой типа Вытащите меня отсюда, вытащите меня Ну ладно, я залезу на эту хреновую лодку Мэтт такой, ну и к черту, я лезу по веревке Как Спайдермен, 165 ростом Я Спайдермен, 165 ростом Вытащите меня Хватит с меня океана У него был конкретный срыв Хватит с меня этого дерьма Не плевать, что мне нужны деньги, чтобы отправить детей в колледж Хватит с меня этого дерьма Я лучше выйду еще на один бой Я просто, знаешь, я угораю, хотя буду вести себя так же Это нам с Дином Томасом нужно это шоу А у Дэны столько бабок, зачем ему вообще прыгать в воду Так, перекидывай ноги Мне не нравятся ласты, поэтому я не хотел надевать их А они мне говорят Ласты обязательно тебя будут за ноги кусать Какого хрена? Они будут кусать наши ноги? Чувак, это точно не мое Давай, успокойся Все получится Я буду хуже, чем сэра, просто имей в виду Да нет, обязательно все получится Дэна сидит на борту И этот чувак говорит Давай, на счет три Готов? Один Два Три Давай, просто скатывайся Три с четвертью Три с половиной Давай, на счет три Окей? Давай, на триста Да нет, давай, на счет три Все получится Вперед Один Два Три Он сидел там И так было три раза Он, видимо, просто не так понял Он думал, что не на счет три А когда мы три раза посчитаем до трех Тогда он прыгнет в воду Прыгнуть в воду с кучей акул? Ты просто... Кретин Ты кретин, если прыгаешь в воду, где куча акул Но я сделал это Ну давай Вперед Один Два Три Я начал смотреть в воду Она была синющая И ты видишь эти тени Короче, я тоже прыгаю Когда я увидел, что босс в воде Мои яйца вернулись Я нашел свои яйца Капитан Да, сэр Я нашел свои яйца Готов намочить их? Так точно Готов мочить яйца, капитан Привет, ребят И затем ни с того ни с сего Эта акула Начинает просто нестись на меня Эта акула увидела нас И мы столкнулись взглядами Прямо... О, черт Не, нахрен это Нахрен это дерьмо Знаете, как в фильме «Челюсти» Акула просто неслась на нас И я сказал Нахрен Аквамена Я валю отсюда Одновременно вместе с Дэной мы увидели ее Эта хрень плывет на нас Черт подери Да не плывет она на вас Я видел, как она смотрит на меня Прямо глаза в глаза Да она прям на нас неслась Да блин, в натуре Ты тоже ведь видел, да? Окей, ребят Мы сделали это Мы справились Ой, как весело было Три самых страшных вещи Которые я делал на этом шоу Езда на буке Стендап Спасибо, на этом все И вот это Но я бы лучше Десять буков оседлал Чем делать это Этого я больше никогда не повторю Итак, затем мы играли в теннис С Продиджи тенниса 15-летней Габриэлой Прайс Она была невероятна Я много в чем плох И в том числе в теннисе Хотя не знаю, хорош ли я Я ни разу не играл Вдруг я маэстро? Может быть? Добро пожаловать на тренировку, Джейсон Я Дэна, рад познакомиться Гэби Дэна, рад знакомству Она одна из лучших юниорок в мире Габриэла просто невероятна Ей всего 15 лет Удачи с приемом ее подач Как быстро она подает? Ну, под 160 км в час Охренеть Она должна была подавать нам мяч А нам нужно было просто отбить его В этом вся суть была Раз Дин вырядился как идиот Тон и первый Да Я профессиональный спортсмен По крайней мере в прошлом Я смотрю на нее, думаю Ну ладно, буду полегче с ней Чтобы не разрушить ее уверенность Это будет жестко Мы просто проверяли Сможем ли мы отбить ее подачу Ты должен отбивать И ответ на этот вопрос Нет, мы не можем Это была разминка Мяч застрял Дин, конечно, вырядился Но на этом все Я не был уверен Дело в том, что эта девчонка настолько хороша Или в том, что Дин Томас просто отвратителен Ты что, боишься мяча? Ты бился с самыми опасными чуваками на планете? Короче, он даже близко к мячу не был Да, она пристыдила меня Первым делом я скажу, что у меня была операция на плечо 6 недель назад Это мое первое оправдание Быстро, да? Блин, она просто зверь О, черт Ой, как быстро Он был тут, я еще двинуться не успел Давай-ка еще один Я был очень близок Я почти попал Очень близок был Мэтт, теперь ты По крайней мере, я был не так плохо, как Мэтт Против тебя член Зала Славы Зала Славы чего? Ну, явно не тенниса Мэтт просто как Питер Пен Тенниса Как вам моя реакция? Он хорош только в двух вещах В боях и в джиу-джитсу Что касается спорта На этом все Затем мы вместе с Дином встали против нее Но это тоже не сработало Окей, давай, Дин Томас Оба мимо Твой, твой Да, нет Да, это было стрёмно Ну что ж, спасибо, что так выставили нас Да Ты крутая Спасибо большое Пока мы были здесь, в Южной Флориде Нам очень повезло Потому что здесь проходил карт UFC Прямо у нас во дворе И я был секундантом Грега Харди на этом карде Когда Грег Харди решил, что хочет заняться ММА Он захотел, чтобы я помогал ему тренироваться И я сказал ему Мы начнем с самой базы И пойдем оттуда И последние два года я тренирую Грега Харди И отношусь к нему так же, как к любому другому своему ученику Дин Томас Это один из тренеров Американ Топ Тим И эта команда Проделывает отличную работу В Южной Флориде По взращиванию ММА в целом И отдельных бойцов И он Очень хороший тренер Итак, давай выйдем туда И сделаем это Ты работал просто Невероятно усердно ради этого Покажи выступление Которым ты будешь гордиться Грегу предстоит еще много работы Будем честны Понимаете? За два года даже барбером не станешь Так что, конечно, приходя в ММА За два года всему ты не научишься Остерегайся его правой руки, Грег Правой руки Успокойся, бей свою правую Держи его руку И бей второй, да Теперь немного по корпусу давай Я слушал, я слушал в этот раз Я слушал, и мне удалось выполнить Конечный результат — это искусство Но то, как это делается, — это наука Если ты просто забрал его руку Он не может блокировать И ты вкладываешься всем телом Это сработает, никаких секретов Мне понравилось, как ты просто Оттолкнул его в сторону Как ты это делал в футболе Здорово Жду в понедельник Так точно, сэр Продолжаем работать Итак, я знал, что мы направляемся В маленькую Гавану Я подумал, с кем лучше пошататься по маленькой Гаване Чем с двумя моими любимыми людьми Аманда Иннунес и Нина Энсеров Мы подумали, ой, купим новый дом И знаете, сколько уже мы вещей сломали за первый год в новом доме Знаете, меня что беспокоит? Вы купили лестницу Да, да, потому что то видео, где ты стоишь на небольшой полочке И пытаешься повесить свои пояса Типа, блин, ты двойная чемпионка Чё себе, лестницу не можешь позволить? Так весело Я люблю этих девчонок О, ничего себе, у тебя руки Мне нравятся они такие холодные Это так офигенно Только не подумай, я не флиртую Но Аманда, пожалуйста, потрогай мою голову Она не по мужикам, мне пофиг О, господи Дин Томас оделся подобающе Я тоже решил чуть больше в кубенскую тематику влиться Так что я попросил девчонок помочь мне Помочь мне выбрать снаряд Чтоб я классно выглядел Как тебе вот это? Вон та, наверху То, что надо То, что надо Отлично Мы нашли Нормально? Как насчёт Гуахавера? Это рубашка с карманами Знаешь, в чём проблема? У меня будет два потных пятна вот здесь Если я возьму вот этот цвет Тогда мы сделаем кастомную для тебя Мы отрежем рукава Ребят, хотите сделать это? Аманда, давай Так, давай только потихоньку Ой, осторожней, только не порежьтесь О, вау Какой острый нож Да, нифига себе Готовы двигаться в город? О, да Так, на углу на улице Стоял чувак с двумя попугаями Я подумал, знаете чё? Давайте-ка я зафоткаюсь с этими попугаями Хотя у меня сразу было плохое предчувствие Я выставил руку И чувствую, как когти попугаев меня пиваются О, он клюёт Он, блин, хавает тебя И затем О, он гадит на тебя Он нагадил на тебя Хренов попугай обгадил меня Эй, быстрее снимайте его с меня, блин Он укусил тебя Обгадил тебя Хренов попугай обгадил мне все сандали Мы подошли к магазину сигар И на входе сидел парень Который крутил сигары И он брал большой лист Разглаживал его Затем клал туда другие листья И затем он всё это скручивал Клал специальную штуку Обрезал всё это дело Оставлял их Это было похоже на работу художника То есть это факт, что лучшие сигары в мире делаются на Кубе Он говорит, это правда Я не люблю курить Я думал, если покурю сигару, мне будет плохо И как давно ты в этом бизнесе? Ну, это наш семейный бизнес Поэтому мы в нём уже более 150 лет Он посадил нас Рассказал нам всё, что можно про сигары О светлых сигарах, о тёмных сигарах Он научил нас курить сигары Они говорят, просто взял сигару, немножко подтянул и выдохнул без оттяга Я даже это делать не умею Так что я вдыхаю и чувствую, что всё идёт мне прямо в лёгкие И по ощущениям у меня всё будто горело там Ещё он, кстати, показывал нам, как сочетать разный алкоголь с разными сигарами И он показал нам, как пить коньяк с сигарой, чтобы почувствовать полноценный вкус сигары И я понял это Я почувствовал именно то, о чём он говорит Так что это было здорово Я покурил сигару Мне понравилось и не стало плохо Так что день удался на славу У нашего шоу, кстати, новый спонсор Девауэр Пицца Теперь это наш официальный спонсор И они прислали нам 500 коробок пиццы И мы решили заложить ей всю комнату Мэтта И тут есть мероприятие, где можно смотреть старые машины Так что я отправил туда Мэтта и Дина Чтобы мы могли пробраться к Мэтту в комнату И разложить там всю эту пиццу Что это у нас? Сегодня у нас 1912 года выпуска Ford Model T Итак, Ford выпускал такие модели с 1909 по 1927 В смысле? То есть это прям машина тех времён Да, это машина тех времён, ей 107 лет 107? Итак, это номер Мэтта Итак, у нас тут бензин есть, тормоз работает Так что, думаю, мы заведём её И мы сейчас заполним весь его номер пиццей Давай, резко дёрни Просто дёргай Вот так Чё, дадим круголят? Да, давай покатаемся Ну что ж, джентльмены, нам пора выдвигаться А ну-ка, все с дороги Я за рулём, быстро все разошлись В общем, мы зашли в номер Мэтта И... У него рядом с кроватью Бутылка лосьона И не просто обычная бутылочка лосьона А типа семейный размерчик Самая здоровая бутылка лосьона, которую можно только найти в магазине Парень, видимо, нормально сохнет в Южной Флориде Ну что ж, о, привет, ребят Итак, мы зашли И мне говорят, у тебя там кое-что происходит в номере И я думаю, а какого, собственно, чёрта? Где вы вообще взяли ключи от моего номера? У меня что-то в номере? Это чё нахрен такое? Ё-моё, ну вы говнюки Чё за хрень они натворили? Это не круто Они думали, я расстроюсь Но наоборот, я был счастлив О, это здорово Я чувствую себя как Скрудж МакДак Только чуть-чуть пополнее О, это просто рай Я в раю, Дин Томас Я попробовал эту пиццу И это буквально лучшая замороженная пицца из тех, что я ел И я не вру просто потому, что они спонсоры Я серьёзно Я был так уверен в ней Что попросил наших ребят купить двух главных конкурентов Диваура Чтобы Мэтт их протестировал И сказал, какая из них лучше Когда они устроили этот тест, я сказал, имейте в виду, я буду честен Так что давайте пиццу Я попробую все слайсы и... Скажу, какой, по-моему, мнению лучше Не смотри на меня К это я ещё вернусь Образец два И теперь последняя Из трёх вот это лучшее Последняя? Думаешь, это лучше всех? Бум! Это она или нет? Она, да? Он не только выбрал Дивауэр как лучшую пиццу Но также рассказал критерии, по которым она лучше остальных У неё лучшая текстура Лучшее соотношение корки к сыру И папирони И она самая вкусная Спасибо большое Спасибо Обалденно, значит она правда хорошая Мы едем на Тайтан 54 в эти выходные И меня особенно интересует паренёк Джейсон Суарес Он непобеждённый 12-0 и он чемпион полулёгкого веса у них Я слежу за ним уже лет пять и он хорош в грэпплинге, лучше всех в штате По джиу-джитсу парень, да? Также мне интересен Филипп Даглас Он был одним из главных тренировочных партнёров Дастина Пори, когда он готовился к Максу Холлоуэу Так что он хорош, но бьётся он с парнем, который тоже тренировался у нас Рафаэль Алвес, один из самых атлетичных парней, что я видел И он невероятно непредсказуемый Хороший бой И также мне интересен бой Хорварта Бёрнса и Луиза Гомеса У них у обоих 7-2 рекорд Я познакомился с ним в Сингапуре, и он вроде очень хороший грэпплер А Гомес — это близкий Кент Хорхема Свидаля из Майами Он тоже паренёк с Кубы Да? Да Ну, бои обещают быть интересными, вроде бы неплохие пары в целом Да, это должно быть хорошее шоу В Южной Флориде полно потрясающих талантов Я считаю, что это мекко-ММА в мире Я горжусь, что я сам отсюда и помогал развивать этот спорт Но сейчас не об этом Вот так-то! В общем, я секундировал нашего паренька, которого тренирую уже почти 8 лет Чем дольше он захочет зарубаться с тобой, тем больше у тебя будет возможностей, окей? Он чувствовал, что его привели сюда на съедение одному из проспектов из А.К.А., воспитаннику Дэниела Кормья Я смотрю, у него в углу Люк Рокхелд и сумасшедший Боб Кук, который уже стал легендарным тренером И я понял, что окей, это парень серьезный, он боролся на высочайшем уровне Его привели сюда, чтобы он выиграл и произвел впечатление на Дэну И я понял, что задача нам предстоит не из легких Вперед, Дин Томас! Парень восточной внешности его, да? Сейчас увидим, что к чему Дэна Развернись от клетки и уходи от него Моя главная задача, когда я секундирую своего бойца, это заставить его делать то, в чем он лучший Бей правой рукой, Саид, ты попадаешь Потихоньку разбирай его Продолжай потихоньку разбирать его Так, не поджимаемся Да, да Давай, дави на него Саид, ты ломаешь его Вырубай его Ты разбираешь его? Лоусон начинает сомневаться, по зубам ли ему это Пять минут, Саид, да? Пять минут Ты задерживаешь дыхание на пять минут, так что мы выходим и бьемся жестко пять минут, потому что мы не устаем Ему пора подрубать руки как следует Все слева идет Так, хороший джеб Теперь двойной джеб Полраунда, Саид, еще полраунда Да, 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 вот так, миксуй атаки Поактивнее иди вперед, просто активнее иди на него Саид 3-0 Но мой парень сохранял спокойствие, не суетился, работал и забрал бой Далее Берн сбился с Гомезом У обоих парней был рекорд 7-2 И в победителя этого поединка я был заинтересован О, нифига! Только гляньте на это Да, Герберт работает Бой был не таким конкурентным, как я ожидал Берн быстро перевел бой на землю Забрал хорошую позицию Он был на голову выше в грэплинге Гомез не знал, как выбираться Через 10 секунд все закончится О, вот и конец Да, на этом все Это явно конец Отсюда не выбраться, вот и все Герберт сделал все быстро Он вышел, забрал спину оппонента и без проблем придушил Это была быстрая ночь для него Итак, в бою Алвеса и Дугласа У Дугласа рекорд намного лучше, и он очень талантливый парень Он бился с парнем, который тоже тренировался у нас в Американ Топ Тим Рафаэль, Алвес, я хорошо знаю этого парня Он один из самых взрывных бойцов, которых я только видел Хороший лоу-кик О, черт, оу Очень здорово А вот он и в маунте О, нет, смотри, он встанет Да! Вот так это делается на шоу в поиске талантов Да-да! Он подбил его! О, ни хрена себе! Это было совсем неплохо Нифига себе! Алвес сделал свою работу Он выпустил ему ракету прямо в челюсть Бум! Тот вырубился Хороший бой, парень Хороший бой Знаете, Алвес выбросил хороший удар и сделал свою работу Но я не думаю, что на этом путь Дагласа заканчивается Я уверен, что у него тоже хорошее будущее в спорте Когда я изначально увидел карт, я знал, что Джейсон Суарес – это парень, чье выступление все будут ждать Он, наверное, лучший проспект из Южной Флориды весовой 145 фунтов И он идет без поражений Прежде всего ради него я приехал сюда Он чемпион Непобежденный 12-0 Но я слышал, что этого оппонента специально подобрали ему на съедение Я слышал, что это мисс Матч Но бой прошел не так, как он планировал О, черт Вот так Блин, кажется, он подбил его с локтя О, черт Это как-то... А, вот, теперь лучше Вот это лучше Дин Томас рассказывал мне, насколько Джейсон хорош в грэплинге Ну, он перевел бой на землю туда, куда хотел Но мне не понравилось то, что я увидел Он был удовлетворен, просто отсиживаясь в гарде у оппонента Он особо не пытался улучшить свою позицию У них же пять раундов Не торопись Дин, я понимаю, что ты говоришь Но это не потому, что он держит темп Он просто не делает никаких попыток, чтобы финишировать бой Как он еще не остановил бой? Суареза вообще чуть ли не финишировали Я думал, что рефери остановит бой, но он не сделал этого Я не понимаю, почему бой не останавливают Но в итоге он переломил ход боя И выиграл бой, остановив своего оппонента Как он так облажался Хоть он и выиграл Не сказать, что мы были впечатлены его победой Сначала он осторожничал Потом почти проиграл Бой, по сути, можно было останавливать после этого колена Это вполне возможно Это не было хорошим выступлением с его стороны По моему мнению Когда я посещаю мероприятие, у нас есть определенная система И тут еще до того, как я совсем успел разобраться Менеджер Джейсона Суареза налетел на меня с кучей людей И реально просто форсировал это за кулисами Если бы мы встретились в раздевалке И у нас было бы время с Мэтом и с Дином все обсудить Но в итоге то, как все произошло, было бы просто дичью Мне необходимо принять решение сейчас Ты-то молодец, хорошая работа, справился Окей, мы пойдем и приняем решение вместе потише Забудьте про этот бой Мне просто не нравилась атмосфера Я хотел свалить оттуда Мне нужен Герберт Бернс И также Рафаэль Альвес Герберт Бернс выиграл и сделал это зрелищно Так что я хочу предложить ему место в Контендер Сириес этим летом Поздравляем, отличный бой, мужик Спасибо, рад стараться Обычно с таким рекордом, как у Альвеса Я не был бы особо заинтересован Но он выглядел впечатляюще Он очень атлетичный Так что я тоже решил дать ему шанс в Контендер Сириес И посмотреть, что он покажет против других лучших проспектов в мире Так что это была классная ночь боев Которая прошла не совсем так, конечно, как я ожидал Но это ММА Именно так тут все и происходит Хватит с меня океана! Мы нашли пару хороших ребят для Контендер Сириес И офигенно провели время в Южной Флориде